Фокус! Здравствуйте! Сегодня будем готовить национальное украинское блюдо. Может оно и не национально-украинское, а может оно вовсе и не блюдо. Но это суп с галушками. У меня тут кое-что подготовлено. В первую очередь, мне нужна была курица, и поэтому весь хлам, кости, хребты тут от бедер, остовы, части, костей от крыльев, даже сами крылья тут несколько есть. В общем, весь хлам, который у меня был, я сложил в сковородочку и быстрым способом обжариваю. Потому что, по сути, курица, ну такая, как бы почти невкусная. Ну, я имею в виду, что в ней очень мало вкуса. Если вы возьмете домашнего петушка, домашнюю курочку, которую сами вырастили, ну да, тогда у вас будет супер вкус, и тогда вам нужно будет горелочкой всего лишь опалить волоски. Здесь же я делаю что? Я поджариваю. То есть, прям, видите, чтобы кожица стала румяной. Обжигаю. Это для вкуса. Иногда, знаете, в ресторанах просят, приедешь делать меню, а тебе говорят, слушай, брат, ну мы варим там на остовах от грудок, от грудок в остовах вообще там ничего нету, там вата, ну вода, ну, вкуса никакого. И тогда приходится либо в хоспере обжигать, либо в вести, либо в какой-то угольной печке, либо просто горелкой вот таким образом, для того, чтобы вкус жареного. На сковородке так не получится, я вас уверяю. Сковородка нам нужна для того, чтобы не сжечь стол. Да. Теперь все это отправляем в кастрюльку. Оп. Если вдруг видите тут парочку чистых кусочков курицы, и вам их захотелось обжечь, то, конечно, можете сделать то же самое. Но, в принципе, вкуса здесь будет достаточно. Это мы готовим желтый бульон, правильно? Подпекаем мясо или что-либо с этим связанное. Далее у меня здесь лавровый лист. Я его бросаю сразу же. И бросаю сюда. Знаете что? У меня здесь, смотрите, я использовал луковицу, потом она у меня осталась, потом она подсохла. И вот я всегда такие штуки не выкидываю. Я потом их тоже обжигаю и отправляю сюда. Значит, чистил морковь. Значит, грибы понятно. Мне они нужны для того, чтобы бульон стал вкуснее. Некоторые даже конкретно суп варят с грибами. Моркови у меня мало. Она у меня пойдет на зажарку. Поэтому, я знаете, что для отваривания я очистки буду использовать. Очистки тут, какие-то ошметки от лука еще у меня тут остались. Очистки от моркови, грибочки. Все это нужно слегка обжечь. Мне нужен просто наваристый бульон. Весь остальной хлам я бы но выкинул. Ну, я к тому, что можно использовать морковь, а можно использовать очистки. Все, сюда отправляем. Эх, горячая чашка. Все в мойку. А теперь что? Осталось только залить воду, да, и добавить соль. Соль добавляю я сразу же. Я знаю, что многие солят в конце. А я всегда солю в самом начале. Спонсор сегодняшней серии Аквафор. Вы видите этот прекрасный кувшин под названием Прованс. Я уже фильтранул воды. Маловато. Но это же для того, чтобы был читаемый логотип. Вы же понимаете. Вот здесь есть таймер, который вам показывает, когда пора менять фильтр. Сделан из пластика. Почитать про него и про другие фильтры вы можете по ссылочке в описании. Она есть. Доливаю воду до нужного нам уровня. И все, пора вариться. Бульон из отходов, как правило, варится примерно минут тридцать. Кусочки все маленькие. Варить там полтора, два часа, три. Люди любят, бульон должен быть наваристым. Когда вы сделали под такой вот опаленку, когда у вас там кости, вот этот весь шлак, который быстро выварится весь, да еще и посолили, вкус весь выйдет. Это все в мусор. Все будет готово через тридцать минут. Значит, пока у нас бульон варится, быстро делаем тесто. Значит, что нужно знать? Что нужно знать? Яйцо обязательно. У меня огромное, большое яйцо. Отборная, так называемая, категория. Чаще всего в нашем обиходе есть два понятия. Клецки и галушки. Галушки это более плотная составляющая, то есть тесто раскатывается, потом нарезается. Клецки это жидкая масса с большим количеством яиц, которая выливается ложечкой, и они получаются такие какие-то бесформенные. Кто любит так, кто любит эдак, я делаю галушки, все-таки более твердую субстанцию. Я буду делать их на ряженке, то есть на кефире из топленого молока. Поэтому у меня здесь всего лишь одно яйцо, ряженка и мука. Пропорции никаких не даю по одной простой причине. Раз вы со мной на канале, раз вы учитесь и перенимаете какие-то мои нюансы, я вам расскажу, как ощущать и как понимать, что достаточно, что недостаточно. Почему-то многие наши бабушки и мамы делают блины даже на глаз, да? То есть понимание вот этой вот консистенции, понимание количества муки и яиц и жидкости, оно должно быть вот таким, ну как бы, вы должны его ощущать. Значит, так как тесто твердое, поэтому у нас одно яйцо, я сюда добавляю ряженки по объему чуть больше, чем одно яйцо. Ну, яйцо крупное, у меня где-то граммов 70, наверное, и граммов 130-140 ряженки, да? сахара, далее, щепотку соль я уже положил, значит, кто любит, может добавить щепотку сахара, опять же, обращаясь к вкусу, хотите вкуснее, добавьте и соль, и сахар, а дальше начинается вот что, я начинаю сюда подсыпать муку, ну, для начала, знаете, чтобы никто не нервничал, смешать яйцо и ряженку, хотя, тут, ну, особого толку никакого от этого нет, и можно было бы руками все это сделать, но уже появилось несколько комментариев, что он не взобьет вилкой и ряженку, так, теперь мы сюда всыпаем муки столько, вымешиваем, всыпаем, вымешиваем, всыпаем, когда мы в жидкую часть сыпем муку, мы можем процесс контролировать, но нам невозможно будет потом вернуть назад более мягкое тесто, мы должны вовремя остановиться с мукой, в случае с клетками, которые из более жидкого теста, там ставка идет на количество яиц, два яйца и минимум муки дают схватывание, когда вы потом опускаете клетки в бульон, вот смотрите, просто берете, сыпите и размешиваете, если муки будет мало, добавите потом чуть больше, можно конечно делать крюками и миксером, таким знаете есть такие такие крючки, но я это делаю руками, потому что суп такой, на мой взгляд, больше деревенский, да, с такими, знаете, ленивыми, ленивая паста можно назвать ее, но в деревне вы знаете, нету, да, в Италии, например, паста очень популярна, и поэтому супов вот вот с такой хоуммейд пастой, даже с кривой, просто руками там нарванной, полным-полно, то есть, мне кажется, что может быть, итальянцы все время посмотрели, подсмотрели на Украине такую штуку, а может, украинцы посмотрели, подсмотрели у итальянцев, вопрос остается открытый, видите, с поступательным движением довольно просто, досыпайте муки столько, сколько нужно, но остановитесь тогда, когда вам подходит консистенция теста, оно должно полностью отлипать от рук и от сковородки, смотрите, получилось тесто, оно, в принципе, вот к пальцам еще немножко прилипает, такое влажное оно, видите, такое липкое прям, но дальше уже не надо ничего с ним делать, все, пусть оно остается таким же липким, потому что когда мы их будем туда закидывать, они должны, во-первых, быстро вариться, во-вторых, по консистенции, русские люди, в отличие от итальянцев, пельмени делаем из мягкого, нежного теста и все это хвалим, вот у меня на канале рецепт пельмени есть, очень много было, люди говорят, какое тесто нежное, ты прям раз его ешь и все, и у тебя тает, главное потоньше раскатать, а итальянцы свои, значит, как они у них называются, тортеллини называются, это когда делают треугольничек, а потом склеивают уголочек и ушко такое у них, раньше у нас назывались ушки, это тоже пельмени, да, вот с такой штукой, кто у кого стырил идею, не знаю, но тортеллини, называется у итальянцев, они делают из той же муки, что и пасту, то есть, из грубой муки, из жесткой, то есть, там тесто очень плотное, галушки должны быть мягенькие, нежные такие, знаете, как персик, как персик, все, пока у нас бульон варится и сейчас мы их раскатывать не будем, пленочкой закрываю, оставляю, заодно и клейковина там заварится, знаете, будет такая она, будет тесто эластичное, будет лопаться на зубах, ну, то есть, вы поняли, да, что в это тесто вы можете добавить давленый чеснок, вы сюда можете добавить зелень, какая вам нравится, сюда можно добавить черный перец, сделать вот эти вот галушки по вашему разумению, ну, то есть, вообще любыми, можно добавить паприку, сделать их красными, можно добавить туда чили перец, сделать их острыми, что угодно, просто добавьте туда, вот так вот пленочкой обтянули кусок, чтобы воздух не попадал, все оставим, пусть оно стоит, как только бульон сварится, будем резать и отправлять, я, например, люблю всякую ерунду, вот смотрите, вот эти вот коричневые печеночки, почки, тут что у курицы между костями, многие говорят, надо их выкидывать, а я их ем, ну, вот честно признаюсь, всякие суставчики, если хрящевые остаются, да, кожица с крылышек, пожалуйста, все, я это всегда говорю, все должно быть использовано, но в каком-то из роликов я говорил о том, что у меня есть друг Леха Потапенко, в который всегда мне говорил, Василий Николаевич, только идеальное филе и грудки, да, то есть человек не любит обгладывать крылья и хвосты, а я, например, для меня хвосты и эти суставчики, это самое вкусное, а он, нет, мне вот филе грудки, чтобы там никакой пленочки ниги не было, порезал, обжарил и и даешь, он говорит, я курицу вот это обгладывание не люблю, сковородку сразу разогреваю, буду на топленом масле, можно на сливочном, на растительном не так вкусно, можно на сале, кстати, обжарить лук, но так как курица довольно жирная и наверху плавает достаточное количество жирка, топленое масло самое подходящее, растительное все испортит вкус, отопленое создаст новый, значит лук, тут смысл в чем, я считаю, что лук и морковка должны быть полусырые, во-первых, они еще дойдут в бульоне, во-вторых, если человек не любит лук, то он его не любит ни сырым, ни поджаренным, ни вареным, ни тушеным, я это знаю по своим друзьям, тот, кто любит, тот ест его в любом виде, и самое главное, хрустящий лук вкуснее, чем полностью приготовленный, картофель, вообще, по идее, в суп с галушками надо бы отправлять картофель, варить, но, когда у вас есть концентрированный, вкусный бульон, я, конечно, не хочу брать сырой картофель и вываривать его там, чтобы он стал, бульон стал с ароматом картофеля, я понимаю, что для многих это вот, это вот этот совместный вкус является, да, открытием, я вообще, если бы была моя воля, я бы все по отдельности варил, за исключением заправочных супов, да, когда мы делаем там поджарку, еще чего-то, в этом супе тут же нет ничего, здесь вкус жареного лука, вкус курицы, чуть-чуть морковки, да, здесь же нет ничего, так давайте вот это ничего не перебивать еще и картошкой, поэтому картошка отварная, я ее брошу, потом в самом конце, когда уже буду клетки туда отправлять, а за это время топленое масло убираю, сори, у меня здесь лежит зубчик чеснока, куриный суп без чеснока, ну никак, кусочек возьму, много не надо, мне в конце вместе с клетками, чтобы, знаете, был аромат и вкус, чесночка, немножечко его построгаем, построгаем, оп, все, ну вот слегка обжарили, да, он чуть-чуть сыроватый, знаете, местами прихватился, это хорошо, даст на вкус, а остальное все, он, во-первых, дойдет в супе, во-вторых, знаете, такой аль денте, и вкус у него вообще совершенно потрясающий, на топленом масле, красота, кастрюльку я перекладываю, перетаскиваю поближе, и ее надо включить, грибы, которые варились, я оставил там, тесто, смотрите, оно, во-первых, само течет, видите, оно очень мягкое, очень мягкое тесто, во-вторых, вот оно едва-едва не прилипает к рукам, я не буду добавлять сюда дополнительно муки, смотрите сами, по количеству бульона ориентируйтесь, прикидывайте, сколько вам нужно галушек, но вот эти галушки с солью, с сахаром, с ряженкой, ой, вот это будет, конечно, огонь, а еще знаете, что можно сделать, можно взять, насушить сухарей из бородинского хлеба, корочки остаются с семенами, насушить, в блендере пробить в муку, ну, в крошку, в мелкую, вместе с кориандром, и потом эту крошку вмешать сюда, чтобы запах кориандра и бородинского хлеба был внутри, когда будете варить, конечно, получите вообще потрясающую штуку, во-первых, сухари будет куда деть, короче, колбасу вот такую режем небольшими кусочками, да, как нам будет удобно есть, и нужно, чтобы это быстро все еще отваривалось, такими штучками и режьте, можно резать толстыми, можно отрывать руками, что касательно формы, я тут с любым поспорю на тему того, что кто-то напишет, там, галушки должны быть, там, какого-то размера, чтобы парочку в ложку входило, слушайте, это все эстетика и вкусовщина, хотите галушки покрупнее, режьте покрупнее, тут вообще никаких, так же, как и нету, размера пельменя, например, так, я думаю, что мне одной колбасы, наверное, хватит, да, почему я не подсыпаю муку, потому что тесто очень нежное, и несмотря на то, что к столу прилипает, я не хочу сделать этот бульон мучным, да, здесь и так достаточно мучности будет, теперь, отправляем туда все свои ингредиенты, картофан, отварной, ему вариться не надо, всю зажарочку, сюда сразу же отправляем, бульончик становится такой рыженький, обязательно все смываем со сковородки, самое вкусное вот сюда, далее идут галушки, галушки как ушки, так, вариться им совсем недолго, как только всплывут они маленькие, здесь не нужно 15 минут варить, как любят мои коллеги-блогеры говорить, долго не надо, 15-20 минут хватит, в общем, смотрите, какой план, значит, я много туда не добавляю галушек, в идеале, знаете, как я бы сделал, я бы вообще их в отдельной воде сварил, а потом добавил уже в тарелку, и картошку, и лук обжаренный, и бульон, я бы все это крепким залил, но это же все-таки традиционная кухня, поэтому здесь вкусы должны смешиваться, а по поводу картошки, не ругайте меня, смотрите, что я делаю, у меня в процессе приготовления скапливаются, ну, остаются вернее, вчера, например, я на ужин ел рыбу соленую, мне так захотелось соленой рыбы, я купил в магазине рыбку соленую, ну, потому что свежей не было, потому что время 10 ночи уже было, отварился, картофан молоденький, вкусный сейчас есть, в этом самом, и вот у меня там картошка одна осталась, значит, я ее могу выкинуть, а могу использовать в суп, так как я сегодня варю суп с галушками, то я не использую сырую картошку, потому что у меня есть отварная, и разницы в этом никакой глобальной не вижу, а продукт будет использован, так, это я на другое использую, а в остальном, смотрите, вот что получилось, все, они всплыли, вот, вот такие вот галушки, тесто само отварилось, всплыло, и готово к употреблению, в самый последний момент, когда уже все галушки всплыли, отправляем чеснок, выключаю, обязательно черный перец, у меня здесь не черный перец, конечно, чуть не обманул вас, здесь микс, я всегда экспериментирую с миксами, в мельницу засыпаем несколько видов перца, сейчас, в текущий момент времени, у меня, сычуаньский, бурбонский, черный, обычный, и, все, три вида перца, когда закончится, я еще какой-нибудь микс сделаю, сделаю белый, розовый, например, и обычный, черный, так, все, зелень я отправляю вниз, на дно тарелки, знаете почему, да потому, что господин продюсер, на меня все время ругается, что из-за того, что я ссыплю зелень сверху, не видно блюда потом, представляете, поэтому пусть она будет снизу, обязательно, здесь должны быть и галушки, и картошка, и грибы, все вместе, сметану я добавлять не буду, захотите сами добавите, мне главное, чтобы здесь было много теста, я конечно не знаю, зачем, ну, те галушки, в смысле тесто, с картошкой вместе в одном супе, но так бывает, я со вчерашнего дня, так и не смог найти в голове, объяснение этому, типа, наверное, если вы знаете, объяснение этому, или может вашу, вашу теорию, ну напишите, я с удовольствием послушаю, ответ у меня есть для тебя, крестьянская еда, вареники, ленивые вареники, ну не ленивые, вареники с картошкой, пирожки с картошкой, ну пирожки с картошкой, вареники с картошкой, это меня всегда с детства вводило в какой-то ступор, картошка, крахмал, их и тесто тоже, по сути клейковина, да, но не крахмал, но очень похожая субстанция, тоже крупы и крупы, блин, почему люди так едят, я не знаю, Ну, для меня, если бы я лично для себя готовил, я бы сюда картошку не клал вообще. Я бы побольше куриного мяса добавил и только тесто. Хотя это уже не раздельное питание. Ну что, действительно, вареники с картошкой в разобранном виде. Интересно. Да, вы знаете, тесто прикольное. Только я бы, знаете, что сделал? Еще чуть тоньше его, меньше кусочек охота. Хотя, в принципе, такая домашняя паста получилась интересная. А если вместе с картошкой интересно, то тогда получится в чистом виде вареник. Горячий. Ну. Штука такая. Я понимаю, почему этот суп едят дети. Во-первых, макароны. Во-вторых, куриный бульон нейтральный. Конечно, без зеленушки. С маслицем ничего. Грибочки. Тыковка, луковка. Если все это мелко порубить, получится куриная лапша. Да? Точно такое же блюдо. Без ничего лишнего. Но самое главное, на что нужно обратить внимание. Вот я сейчас попробовал и понял. Если вы едите тесто и бульон, вам кажется пасноватым. Вот это произведение искусства. Нужно больше добавлять соли. Всегда больше. Солите. Во-первых, само тесто я мало посолил. Нужно больше посолить. Вкус у него кисловатый есть. Но я бы туда, знаете, добавил бы что-нибудь покислее. Типа мацони. Надя, он кислый такой. Ряженка не вытягивает. Вкус сливочный есть. А вот этой кислоты не хватает. Ну и очень простое блюдо. Знаете, во-первых, можно всю шелуху отварить, да, и приготовить его. Во-вторых, низкобюджетное. В-третьих, каждый человек поймет в России его и на Украине, и в ближнем зарубежье. Это съедобно. Но для меня, конечно, я бы здесь еще покреативил немного. Добавил бы томатов, тесто бы по-другому. Или, может быть, шариками бы вот вообще вот такими вот накатал, как ньоки. Можно тут всяких штук. Кинзы побольше, острого перца, чего-нибудь такого яркого. А так, в домашнем варианте, эта штука классная. Вот. Приятного аппетита, друзья. Пожалуйста, готовьте. Я думаю, что вам понравится. Поехали. Поехали.